Всем привет! Меня зовут Кристина Санько. Продолжаем тему Back to School и вторая часть наших самоделок в школе. И начинаем по традиции, как всегда, с нашей игры. Давайте в этот раз выберем какое-нибудь динамическое словечко и будем играть с нашей автозаменой. Так как у нас сегодня школьная тема, давайте начинать наши комментарии со словосочетания «пушистый пенал». Дальше набираете слова по автозамене, как она вам предлагает. У каждого будет своя история. И посмотрим, у кого история смешнее получится. Все зависит от того, как часто и какие слова вы употребляете. То есть этот комментарий будет в стиле ваших же словечек. Посмотрим, у кого что получится. Итак, начинаем. Эта же закладка будет такая летняя и фруктовая. С помощью тех же красок я создаю силуэты фруктов. Беру сначала красный оттенок, рисую кружочек и теперь прорисовываю дольки. Точно так же делаю с лаймом, с лимоном, с апельсином и так далее. В общем, вся закладка должна быть покрыта разными вкуснюшными фруктами. Это смотрится и прикольно, и по-летнему, и всегда освежает. Как вы думаете, в какой школьный учебник лучше положить эту закладку? С чем она у вас ассоциируется? Это тоже весьма простая идея. Мы создаем гриву единорога. Яркими красками создаем вот такие небольшие локоны. Используйте цвета единорогов. Это розовый, голубой, сиреневый, желтый. В общем, грива должна получиться такого радужного, милого оттенка. Продолжение следует... И теперь черным маркером рисуем закрытые реснички, носик и румяним щечки с помощью карандаша. Получается вот такая милашная закладочка. А теперь создадим волшебную тему. На кусочки белой бумаги, как мы делали в первом случае с закладкой. Я рисую луны, полумесяцы, бусинки, кометы. В общем, всякую такую космическую тему тоже будет в стиле дудл. И хочу тоже, чтобы это было в черном-белом формате. Это такая небольшая отсылочка к прошлому видео, где мы делали с вами планер своими руками в стиле галакси. Я думаю, вот эту закладку я тоже положу в тот самый космический галакси ежедневник. Кто не смотрел видео, обязательно гляньте, оно очень крутое. Субтитры сделал DimaTorzok Эта закладка будет немного посложнее для тех, кто уже умеет хоть как-то рисовать. Ну, давайте попробуем. Я думаю, что это несложно. Итак, с помощью карандаша намечаем голову. Разлиновываем лицо, где у нас будут находиться глаза, ротик и носик. Ну, конечно, губки. Теперь делаю обводку тонким черным маркером. У нас будет девочка в таком свитерке с телефоном, который томно грустит и хочет, чтобы уроки стали короче. И было бы больше свободного времени поснимать видосики на YouTube, лайки или в TikTok. Чтобы в этом арте была какая-то фишечка запоминающаяся, я хочу приклеить ей на носик пластырь. Волосы девчушки будут красными. Я буду все рисовать маркерами. Губки сделаем черными. Мне кажется, под такой макияж ей очень подойдет. Подобный оттенок оскрашиваем джинсу, свитер, телефон и кроссовочки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем небольшие светотени и получается вот такая прикольная закладочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам? Напишите в комментариях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, давайте еще сделаем кое-какой декорчик для нашего школьного стола. Я беру вот такую пластмассовую баночку. Тоже не помню из-под чего. Она, по-моему, из какой-то вкусняшки. Беру маркер, который пишет на любой поверхности. Я из них тоже делала видео. Это летний декор. Можете посмотреть по ссылочке в описании. В общем, в этом видео у нас много дудла, поэтому я решила перенести его и на эту баночку для карандашей и всяких ручек. Рисую всяких монстриков, котиков, милашек, добавляя небольшие сердечки, звездочки, кометы, блестяшки и так далее. Оставляем засыхать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И через пару часов у нас уже готовый стаканчик для разной школьной канцелярии. Если у вас нет таких маркеров, вы можете использовать акриловые краски. Они очень хорошо держатся на этой поверхности. Я думаю, перманентный маркер будет держаться здесь не хуже. У меня еще был вот такой вот дешевенький рекламный буклет из гостиницы. Я наклеиваю сверху белый лист, чтобы можно было творить прямо на нем. Это у нас будет такой милый блокнотик для каких-нибудь записей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаем здесь такую стильную абстракцию. С помощью крышки от красок я делаю вот такие вот круги. Можно использовать разные диаметры. Потом все это закрашивать, добавлять новые, размазывать краску, делать подтеки, потертости и так далее. Главное, чтобы был выдержан один стиль. Я здесь буду использовать несколько оттенков сиреневого и золотой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леттерингом подписываю Let's Study, добавляю золотые потертости и все, наш прикольный блокнотик готов. Ну, все лучше, чем был в начале, согласитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как у меня много всяких стареньких распечаток, кусочков разной бумаги, я решила создать такую небольшую абстракцию и обклеить тетрадь кусочками от упаковочной бумаги. И получается вот такая прикольная геометрическая конструкция. И также оборачиваем в обложку и получается довольно-таки неплохой прикольный принт. Переходим к декорированию следующей уродливой тетради. Я все обмазываю клеем-карандашом и сверху наклеиваю такой голубой лист для принтера. Если у вас такого листа нет, можете использовать любую цветную бумагу. Подписываю металлическим маркером кистью слово notes, заметки. И теперь буду креативить и добавлять такой модный геометрический принт. Это какие-нибудь крестики, кружочки, опять же, потертости, смазанности. В общем, этот принт довольно-таки популярен. Я думаю, вы его все прекрасно знаете. Добавляю еще немножко золотого, потому что я обожаю этот оттенок. Тем более я только купила новенькую золотую краску и прям хочу добавлять ее буквально везде. И снова оборачиваю нашу волшебную обложку и наслаждаемся эффектом. Следующую тетрадь я тоже решила обернуть черным, потому что я обожаю, как смотрится черный цвет. И на нем уже такие золотистые, блестящие рисуночки. Я беру краски, которые могут писать на черной бумаге. У меня вот такая вот палитра. Если вы смотрите меня давно, я думаю, уже в курсе. Леттерингом подписываю слово beauty. И по кругу начинаю уже создавать цветы. Это будут вот такие розы, лилии, какие-то маленькие хризантемки, мимозки. В общем, все, что получается. Карандаша я использовать не буду. Буду сразу рисовать это кисти, потому что не хочу потом стирать все эти линии. И так я учусь уже не делать ошибок. И знаете, интересно, когда делаешь какое-то неправильное движение кисти. Потом даешь себе такой челлендж, как можно исправить эту ошибку и делать из нее что-то интересное. В итоге вот такие вот блестящие цветочки у нас получаются. Итак, с тетрадями мы, пожалуй, на сегодня закончим. Оставим на следующее видео. А, кстати, забыла вам показать. Помните вот эту тетрадь? Я думаю, постоянные мои зрители ее уже узнали. Ее мы рисовали с вами на прямом эфире вместе с вами. Если вам интересно, можете пошагово нарисовать ее вместе с нами. На стрибе, который есть в записи. Я иногда устраиваю такие стримы, чтобы вы мне помогали в создании моих креативных видео. Помните, мы в прошлом видео декорировали пробковую доску. Делали там вечный календарь. Мы можем немножко его переиграть и дооформить. Пусть вторая сторона нашего календаря будет такой вдохновляющей. То есть я ее переворачиваю, ставлю вертикально и пишу бумажечки с пожеланиями себе. То есть это такие будут мотивирующие фразочки, которые будут настраивать меня на правильное русло, на мотивацию в учебе, планах на будущее и так далее. В общем, все, что мне нравится, я обозначу здесь и буду к этому стремиться. Беру яркие красивые гвоздики и все прикрепляю к нашей доске желаний. Это будет типа такого нашего мудборда. Я добавляю еще картинки, которые ассоциируются у меня с этими желаниями, мотивациями и так далее. В общем, все должно получиться красиво, ярко и мотивирующе. Это самое главное. Выбирайте те фразочки и картинки, которые больше всего близки вам и устанавливайте на самом видном месте, чтобы постоянно к этому возвращаться. Итак, спасибо, что посмотрели это видео. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. Играйте в игру и пишите комментарии. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok